Вспоре о будущем в России полезно знать о неудачах других народов, их причинах. Нам ведь кажется, что везде, как у нас. Любого чиновника можно купить, закон можно обойти, были бы деньги. Но это не так. Русские и немцы живут по-разному. И не похожа жизнь финнов на жизнь аргентинцев. Не только одежда и пища. Главное, она не похожа культурой. Прогрессивная у одних и противящаяся прогрессу у других. В начале прошлого века Аргентина по уровню благосостояния соперничала США. С 1930 года ее золотой век смеялся гонкой вооружений, экономической, политической и моральной деградации общества. В период президентства Перрона. Затем 17 лет правления военных диктаторов. Когда многие тысячи людей стали без вести пропавшими. Мы, россияне, сами пережили сталинский террор. Участвовали в агрессии против стран Балтии, Финляндии, Польши. Сегодня нас, власти, лишают свободы собираться на митинги и критиковать авторитарную власть. Нам есть, что вспомнить и с чем сравнить. Мариана Грандона, аргентинский журналист и ученый, показал на примерах, что именно культура народа, его менталитет стали причиной обнищания его страны. Культуру, противящуюся прогрессу, считают причиной отсталости азиатских, африканских стран и многие известные экономисты и политологи, такие как Харрисон, Аджимаглу, Робинсон. Мариана Грандона составила перечень черт культуры, которые препятствуют прогрессу страны. Так, в обществах, ориентированных на прогресс, уважают отдельного человека и обычно относятся к нему с доверием. Поэтому у таких народов децентрализация власти, местную власть уважают. Там доверие к честно заработанному богатству. Честно заработать большие деньги непросто. Поэтому в таких обществах нет разительного имущественного расслоения, как в обществах, основанных на взятках и коррупции. Да и капитал идет не на престижное потребление, как у нас, а на развитие новых производств. Воровство, коррупция, казнократство в таком обществе не принимается. С ними борется не только полиция, но и сами сограждане. Совсем не похоже на нас. Но есть народы, чьи культуры противятся прогрессу. Там человек мало что значит. Любой незнакомец подозревается в плохих намерениях. Там везде охранники, а в квартирах железные двери. Верить может только своим, родственникам или друзьям. Такие культуры порождают авторитарную власть. Причем не только в государстве, но и в компаниях, фирмах. Как отмечают наши сологи, россияне тоже предпочитают авторитарную власть директора. И всякие там совещания им ничему не нравятся. При такой культуре всегда имеет место репрессии. Против диссидентов и оппозиции. И одновременно запредельное обогащение власть имущих. Сравните нашу культуру и культуру шведов. Которые гордятся своей честностью и обходятся без охраны. Где нет взяток и откатов. Есть разница? В обществе, ориентированном на прогресс, мораль основана на ответственном эгоизме и взаимном уважении. Уважает хорошо выполненную работу. Учтивость, опрятность, пунктуальность. Ценится предприимчивость. Не воровская предприимчивость. А предприимчивость, понимаемая как склонность к изобретательству. К внедрению чего-то нового, полезного. Там люди преодолевают трудности строить свою достойную жизнь в мире реальности. А вот в культурах, противящихся прогрессу, спасение от невзгод, ищут в уходе от проблем, от рисков. Например, уходят в монастырь. Или как шахиды надеются на счастье в загробном мире. Предприниматели, бизнесмены уважением там не пользуются. Их зовут барыгами или спекулянтами. А ведь изобретатели и те, кто внедряет изобретение в жизнь, и есть главные двигатели прогресса. В прогрессивном обществе целью человека является стремление к самосовершенствованию. К уважению сограждан. Хотя цели это не всегда достижимы. Но не всякому доступны премудрости высшей математики. Не у всех актерские способности. Но все равно граждане считают, что к достойной жизни надо стремиться. А вот в культурах, противящихся прогрессу, такого выраженного стремления к достойной жизни нет. Есть лень. Безразличие. Безделье. Там духовные и политические проповедники используют пороки людей для того, чтобы внушать людям чувство вины перед Богом. И сделать их своей послушной паствой. Наконец, самое главное различие культур лежит в уважении к закону. В прогрессивном обществе справедливый, правовой закон есть закон. Его надо исполнять. Это правило жизни. Мы видим это на примере США. Где закон исполняется людьми добровольно, почти инстинктивно. Где закон обязательно для всех, в том числе и для президента. Люди знают свои законные права и никому не дадут ими перенебрегать. Там закон является фундаментом власти. И нарушение закона ведет к увольнению, импичменту или тюремному сроку. А в культурах, противящихся прогрессу, закон что дышло. Как повернул, так и вышло. Там не власть подчинена закону. А закон трактуется властью к своей выгоде. Причем власть часто, вопреки закону, захватывается. И удерживается силой. Например, Российский Конституционный суд своим определением от 5 ноября 1998 года ввел запрет на избрание одного и того же лица президентом более двух раз. Еще совершенно неважным наличие в Конституции слова подряд. Ну и что? Внял наш президент нормам Конституционного суда. А народ его поведение одобрил. При прогрессивной культуре неизбежным итогом развития общества является реальная демократия. Которая кладет конец авторитаризму и допускает разнообразие взглядов. Напротив, в культурах, противящихся прогрессу, фиктивная демократия используется лишь как одежда, как прикрытие для новых форм авторитаризма. Сравним те культурные ценности, которые по типологии Грандона способны или напротив противостоят прогрессу. Начнем с религии. Очень много людей в разных странах веруют Богу. Так вот, в одних странах прогрессивных религия оправдывает успех в культуре и в жизни. И религия оправдывает упорный труд. А в странах, противящихся прогрессу, религия оправдывает страдания, обещает счастье в загробной жизни, прощает грехи и подталкивает к новым. Вспомните индульгенции в католической вере. Наконец, богатство в прогрессивных культурах – это результат инициативы и трудолюбия. Богатство народа возрастает трудом и предприимчивостью. А вот в культурах, противящихся прогрессу, богатство – это ограниченный ресурс. Ну, как вот земля, участки земли. Главное, не стесняясь в средствах, побольше урвать для себя лично. Опять-таки, в прогрессивных культурах конкуренция – это двигатель прогресса. Зато в культурах, противящихся прогрессу, конкуренция – это форма агрессии, угрожающая сплоченности нации. В культурах прогрессивных справедливость в экономике требует сбережений и инвестиций для блага будущих поколений. А вот в культурах, которые противятся прогрессу, справедливость в экономике понимается, как раздать всем поровну. Ну, чтобы можно было проесть, пропить и истратить деньги уже сегодня. Отношения к труду тоже различны. В прогрессивных культурах труд – это нравственный долг. Это форма самовыражения и самоудовлетворения человека. А в культурах, противящихся прогрессу, труд – это бремя. Это неизбежное зло. А удовлетворение человек находит вне работы. Например, зачаркой водки. Очень важно отношение к инакомыслию. К разнице взглядов. В прогрессивных культурах инакомыслие важно для поиска истины и совершенствования общества. А вот в культурах, противящихся прогрессу, диссидент – это преступник, иностранный агент, враг нашей стабильности. Отношение к образованию. В прогрессивных культурах образование – это условия для творчества человека. А в культурах, противящихся прогрессу, образование нужно для упрощения ортодоксальных взглядов. Лучше религиозное. Чтобы больше верили в Аллаха или Христа. Какие ценности разделяют эти разные культуры? Прогрессивные культуры разделяют прагматизм, рационализм, эмпиризм, утилитаризм. Это главные ценности общества. А в культурах, противящихся прогрессу, главные ценности – это традиции. И удача человека. Но в итоге почему-то наблюдается в обществе застой. Как люди ориентируются во времени? В прогрессивных культурах люди ориентируются на будущее. Ведь на него можно повлиять. А в культурах, противящихся прогрессу, ориентация людей скорее на прошлое. На былые заслуги, известность и так далее. А в будущем все неясно. Неизвестно, как повезет, как сложится судьба. Отношение к миру. Для прогрессивных культур мир – это пространство для наших действий. Мы вольны делать, что считаем нужным. А в культурах, противящихся прогрессу, мир находится во власти непреодолимых сил и нарушает людям только страх. Ну, а что такое жизнь? Прогрессивная культура жизни – это то, что я сделаю, чего добьюсь. А в культурах, противящихся прогрессу, жизнь как бы идет сама по себе. Это то, что происходит с человеком помимо его воли. Наконец, оптимизм или пессимизм. Прогрессивная культуре, оптимизм – это норма. Более того, люди воспринимают это как долг быть оптимистом. А вот в культурах, противящихся прогрессу, цель – выжить. Пессимизм для людей совершенно естественный. А теперь зададим вопрос. Какой культуре мы, россияне, принадлежим? Мы живем в стране, которая находится в постыдном политическом и тяжелейшем экономическом положении. При этом уверены, что переживаем триумф и обрели огромный вес в мире. Наша мания величия наконец слилась с манией пресследования. И чего нам ждать? Когда нефть подешевеет настолько, что перестанут платить пенсии, а водка и колбаса пропадутся при лавках магазинов? Когда последний патриот, слепо верящий телевизору, поймет, что пора выходить на площадь? Но выход на площадь – это жест народного отчаяния. Если народ наш поднимется, то это будет не бунт разума против коррумпированной власти, а бунт голодного желудка. Выйдут не потому, что власть задушила свободу, не потому, что кругом воровство, коррупция, кризис медицины, образование, продажный суд. Народ выйдет, потому что есть нечего. А остальное нашему народу, извините, не важно. Выходит, что наша культура против прогресса. Но за хорошую пайку. Такую культуру надо менять. А можно ли изменить культуру? Известны случаи, когда культура народа менялась в течение одного-двух поколений. Пример Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Китай. Изменение условий жизни, эффективная борьба с коррупцией и казнократством меняют менталитет и поведение людей достаточно быстро. Мы видим это на примере быстрого изменения менталитета восточных немцев. Но при сохранении традиционной организации власти в стране ментальные установки народа сохраняются и передаются из поколения в поколение. Какая разница? Царь, генеральный секретарь или президент, если ему принадлежит вся власть. Именно эти установки и определяют в конечном счете формальные институты, законы, да и сам характер власти. Власть же из корыстных повуждений делает все для поддержания и сохранения средневековых традиций народа. Отсюда и возникает та самая авторитарная колея, по которой мы катимся столетиями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok